сегодня видео посвящено тому что такое инстамбул карт и где ее приобрести всем привет здравствуйте на канале турки space я олеся я владимир основная задача истамбул карт это оплата общественного транспорта по специальному тарифу трамвай метробус паром фуникулер мармарай автобус метро по сути это что-то наподобие подорожника если ты из санкт-петербурга или тройки если ты из москвы или в народе проездной только с дополнительными опциями транспорт можно платить конечно же и одноразовыми билетами но цена будет два раза выше гарантийный срок инстамбул карты составляет два года но работает она намного дольше для иностранца карты не именные красного цвета для местных именные голубого цвета помимо проездного назначения истамбул карт также имеете дополнительные функции одна из них это оплата в магазинах социальных кафе и в качестве дисконтной карты супермаркетах мигра скары fullshock а 101 бим на заправках можно оплатить покупку истамбул картам следите за значком истамбул карт на входе а также перечисленных магазинах истамбул карт используется как дисконтная карта то есть дополнительная дисконтная карта не нужно если имеется истамбул карт а также оплата желтого такси можешь использовать ее для оплаты поездки если конечно недостаточно средств также можешь использовать истамбул карт для оплаты за использование платных городских пляжей обычно на платных пляжах стоят терминалы, к которым можно приложить Истамбул-карты и спишется сумма за проход. Рядом находятся терминалы для пополнения баланса карты. Оплата общественного туалета. Туалеты здесь есть во всех общественных местах, и оплата их весьма символична, всего 2 лиры. При входе в туалет стоят турникеты, которым нужно приложить Истамбул-карт или опустить монетку в 2 лиры. Должны отметить, что туалеты тут весьма приличные, и пользоваться ими не страшно. Стоит Истамбул-карт 50 лир. До недавнего времени она стоила 25 лир, но произошло подорожание вдвое. Приобрести ее можно в терминалах желтого цвета, которые имеются на любой станции метро. В центре города на трамвайных остановках, остановках метробусов и паромах также присутствуют такие терминалы. На автобусных остановках такие терминалы крайне редки, обычно они находятся только в центре города. А также можно приобрести Истамбул-карт в табачно-газетных киосках или небольших маркетах, где на кассе увидите наклейку «Истамбул-карт». Но там придется заплатить небольшую комиссию от 2 до 4 лир. Мы сразу советуем не искать терминал на остановках, как это делали мы с Вова вначале. Так как если ты впервые в Турции, то с легкостью можно не заметить такие аппаратики. В итоге мы первые 2 недели ходили пешком и сжигали калории. Иди прямиком в метрополитен. Там всегда после спуска на первом эскалаторе взору открывается целый рядок таких желтых терминалов. В метро стоят 2 терминала. С помощью меньшего пополнять и покупать, он кнопочный. А с помощью большего с тачскрином только пополнять. А также Истамбул-карт можно купить прямо в аэропорту по прилету. При выходе из зоны прилета в новом аэропорту ищи синие автоматы «Беликматик». Они принимают наличную купюру и дают дачи. А также принимают карты иностранных банков. Карты российских банков по понятным причинам больше не проходят. При использовании карты придется заплатить небольшую комиссию. Также в аэропорту имеются и желтые кнопочные автоматы, которые принимают наличные. Если прилетел в новый аэропорт Стамбула, то Истамбул-карт тебе потребуется, если ты решишь добираться до нужного тебе пункта назначения на общественном автобусе. Если же ты решил ехать на автобусе «Хаваист», то в них оплата возможна только наличной, либо картой. Купив билет, все не будки рядом. Смотри обозначение вокруг. В аэропорту Сабихагикчен карты можно купить на остановке автобуса, который находится по выходу из аэропорта. Справа частные автобусы «Хава-бас», а слева остановка городского транспорта. На ней располагаются как раз эти желтые автоматы для покупки «Истамбул-карт». Но будет большая очередь готовиться к этому. Оплата автобусов «Хава-бас» также производится, либо наличными, либо по «Истамбул-карт». Как купить «Истамбул-карт». Желтый кнопочный автомат сдачи не дает и принимает по одной купюре за раз. При покупке сумма свыше стоимости карты, она зачисляется на баланс «Истамбул-карт». В этом автомате предусмотрен выбор языков, их там около 14 штук, в том числе есть и русский. Монетки автомат берет только для покупки разовых билетов. То есть для покупки «Истамбул-карт» монетки ты не сможешь использовать. Пополнение всегда по одной купюре. Нельзя заправить сразу несколько бумажек, только по одной за одну процедуру. Аппараты сдачи не дают. То есть для пополнения нужны мелкие купюры. То есть если ты захочешь использовать крупную купюру, допустим, ты засунул туда 200 лир и рассчитываешь купить карту за 50, и типа чтобы было 50 на счету для поездок, то 100 лир ты сдачи не получишь. У тебя будет карта за 50 и 150 лир на счету. Имейте в виду, что сдачи он не дает. Все, что выше, идет на баланс. И с баланса вы это тоже не снимете. Аппарат просто в применении. Выбираешь нужный язык, находишь на экранчике «Истамбул-карт» за 50 лир, суешь купюру 50 лир или больше, женский голос на турецком сразу же тебе говорит о готовности карты. Забираешь карту в окошечке внизу, она выпадет туда-то в окошечке внизу. Если аппарат карты не продает или они закончились, то эта опция на экране будет выделена красным цветом. То есть, проще простого. Чтобы пополнить карту, нужно действовать так. Кладешь карту на белое окошко и слушаешь рассказы аппарата о твоем балансе. А также баланс можешь увидеть на табло рядом с этим белым окошком. Суешь купюры по одной, аппарат сообщает о пополнении, а на экране ты видишь сумму пополнения и уже новую сумму баланса. Вот и все. Сейчас будет короткий визуальный мануал от Вова. Чтобы в Турции вам купить проездной на транспорт, вам надо найти вот такой вот автомат. У него все просто. Существует множество языков. Выбирайте нужный вам язык. Допустим, русский единичный проездной Истанбул-карт. Нам вот как раз-таки нужен Истанбул-карт. Выбираем его. Все. Вносим деньги в купюроприемник. Соглашаемся. То есть, проездной стоит 25. Сумма на нем будет 75 лет. Истанбул-карт. Вносим деньги в купюроприемник. Истанбул-карт. Прикладываете карту, он вам показывает какой у вас баланс, здесь будет отображаться сколько вы внесли. Съем купюру купюра приемник. Картınızı, işleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz. Карт yüklemeniz gerçekleşti. Все, соглашаемся. Картınızı, işleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz. Вот видите, она пополнилась. Так, как пользоваться Инстамбул-картой? В автобусе. После входа через переднюю дверь, аппарат справа от тебя, прямо напротив водителя. Прикладывай карту, сигнал сообщит, что оплата прошла, а табло покажет списанную сумму и остаток. В метро, пароме, трамвае, фуникулёре при входе через турникеты. При удачной оплате загорается зелёный свет. На экране высвечивается цена билета, а ниже остаток на карте. При оплате мармара и метробуса здесь отдельный случай. Тут прогрессивная шкала оплаты, прям как налог в некоторых странах. Чем больше остановок едешь, тем больше платишь. При входе прикладываешь к турникету, видишь, что сняли максимальную сумму. При выходе ищи маленькие жёлтые автоматики. Обычно они находятся при проходе через турникеты на выходе или после подъёма на эскалаторе, прямо на улице, на выходе по сторонам. Ищи такой автомат и прикладывай свою Инстамбул-карту. И на табло увидишь возвратную сумму. То есть деньги тебе возвращаются за неиспользованные остановки. Забудешь приложить карту на возврат, средства тебе на карту не вернутся. Значит ты оплатишь всю поездку по полному тарифу. И вообще следи за потоком местных, выходящих из мармара или метробуса. Они стройной толпой идут прям к таким автоматам на возврат средств. Инстамбул-карт также можно использовать один на всех. То есть оплатить проезд одному человеку, передать другому и оплатить ему также третьему, четвёртому и так далее. Перерыва в оплате нет. Но это невыгодно. Так как модель стоимости общественного транспорта в Турции интересно устроена. И сумма зависит от количества пересадок и типа транспорта. С какого и на какой ты пересаживаешься. О чём узнаю в следующем видео. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить интересную информацию. И быть в курсе всего. А также ставь лайки, если видео было полезным. Свои вопросы задавай в комментарии. Всем пока. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok